Здравствуйте! В эфире телеканал Уварское телевидение информационная программа «Наш город». В студии Ирина Мерзлякова. Главная тема сегодня. Главное – соблюсти интересы всех. Увар-Арви определяют территории для благоустройства. Пал травы под запретом. Сотрудники МЧС предупреждают об ответственности за сжигание сухой травы. Посторонним ход воспрещен. Крупный штраф либо арест сроком до трех месяцев грозит злоумышленникам, совершившим незаконное проникновение в жилище. В Увар-Арви определяют территории для благоустройства. В ходе очередного объезда, который состоялся 26 марта, глава города Владислав Денисов утвердил варианты проведения дополнительных благоустроительных работ. Объектом внимания стал рынок Первого района, улицы Заводская и Первомайская. Владислав Денисов держит на постоянном контроле все обращения, которые поступают от жителей. В числе таких вопросов – просьбы о благоустройстве тех или иных участков. Много предложений поступило главе по поводу наведения порядка на территории в районе рынка Первого микрорайона. На месте совместно с представителями ресурсоснабжающей организации, предпринимателями, специалистами администрации были рассмотрены различные варианты благоустройства данного района, чтобы сделать его более удобным, комфортным и красивым. Причем мы должны соблюсти все интересы. Интересы предпринимателей, интересы пешеходов, интересы автовладельцев. Мы в прошлом году попробовали механизм ограждения пешеходной дорожки полусферами. И на наш взгляд это очень эффективно. И самое главное, что это затрачиваются минимальные средства. И мной даны поручения и предложения такие же работы провести на площади Первого микрорайона около магазина «Магнит», чтобы отделить транспорт от пешеходов, чтобы пешеходам было удобно там не только пройти, но и подойти к торговым точкам. Особый акцент в ходе рейда главой города был сделан на проведении работ по благоустройству территории после замены участков коммунальных сетей. Уже имеется график проведения ресурсоснабжающей организации восстановительных работ. Мы составили график, согласовали его с нашими партнерами сетевой компании, потому что все работы должны быть проведены в срок, и все неудобства, которые они создали, должны быть минимизированы. Отмечу, что эти работы будут проведены на безвозмездной основе со стороны ресурсоснабжающей организации, и все те повреждения асфальтового покрытия, плиточного покрытия, которые были совершены, они будут устранены. Большое внимание в ходе выездного совещания глава уделил обустройству тротуаров. Уже определено, что в рамках выделенных городу областью средств будут отремонтированы тротуар по улице Заводской от улицы Малая Садовая до остановки Новинка, тротуар по переулку Октябрьский в районе мемориального комплекса и тротуара вдоль улицы Первомайская от площади Ленина до переулка Первомайский. Кроме того, на ремонт еще ряда тротуаров планируется направить сэкономленные в результате процедуры торгов на ремонт дорог средства. У нас возникла экономия, причем экономия хорошая. Это около 5 миллионов рублей. Эта экономия остается в бюджете города и поэтому мной принято решение ее также потратить на благоустройство, в том числе на ремонт тротуаров. Во время объезда глава вместе со специалистами посмотрели улицы, от жителей которых поступают обращения по поводу строительства пешеходных дорожек. Решение о том, на каких из них появятся тротуары, будет принято исходя из первоочередной необходимости. Также большие надежды в плане благоустройства тротуаров возлагаются на областную программу, которая поддержана губернатором Александром Никитиным. Сегодня в области формируется программа и будут выделены денежные средства. Мы в этой программе планируем участвовать, поэтому нам нужно определить приоритеты. И в рамках объезда мы сегодня смотрели, где лучше сегодня отремонтировать тротуар, его сделать, где снять ту напряженность, ту безопасность и то неудобство, которое сегодня испытывают горожане. Завершился объезд города посещением улиц, где в прошлом году происходила укладка щебня, изготовленного на территории индустриального парка. Осмотр показал, что покрытие благополучно выдержало зиму. Ирина Пивоварова, Елена Чирыкова, Виктор Викторов, НашГорд. С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 236 пожаров, связанных с выжиганием сухой травы. По итогам рейдов на нарушителей завели 201 административное дело. К ответственности привлекли 114 человек. Чтобы предотвратить поджоги, сотрудники МЧС напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. В городе установилась теплая погода. Наводя порядок на своих приусадебных участках, уваровцы жгут мусор и сухую траву, чтобы таким образом от них избавиться. При этом забывая о том, что палы могут привести к большим пожарам. Многие спросят, а как же бороться с сухой растительностью? По правилам пожарной безопасности сжигать ее можно только в специально отведенных местах и только соблюдая определенные требования. Но, к сожалению, не все участки соответствуют установленным параметрам. Во-первых, костер должен быть не ближе 50 метров от ближайшего здания. Во-вторых, в радиусе 25-30 метров от костра не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и прочего. К тому же он должен быть отделен противопожарной минерализированной полосой шириной не менее полутора метров. И, в-третьих, лица, участвующие в изжигании сухой растительности, должны быть рядом с костром и иметь при себе средства пожаротушения. Все это возможно, но только в случае, если в регионе не действует особый противопожарный режим. Но с 20 марта на территории Тамбовской области установлен пожароопасный сезон. А, следовательно, в населенных пунктах категорически запрещается разводить костры. Сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. В том числе и при наведении порядка на приусадебном участке. Нарушителям грозит административная ответственность. На данный момент число пожаров возрастает, поэтому мы призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности, а именно за разведение костров, сжигание мусора, палосу, входит травяная растительность, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на лица, осуществляющие предпринимательную деятельность без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, то их могут наказать штрафом на сумму от 200 до 400 тысяч рублей. При этом следует помнить, что в период особого противопожарного режима, который действует на территории региона, размер накладываемых штрафных санкций увеличивается вдвое. К тому же, если в результате неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, то нарушителю может грозить уголовная ответственность. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона». Крупный штраф либо арест сроком до трех месяцев грозит злоумышленникам, которые проникли незаконно в жилище, жительниц Уваровского и Ржаксинского районов. Что сподвигло преступников на столь отчаянный шаг? Подробности в нашем сюжете. 10 марта около 12 часов ночи в домовладении жительницы Уваровского района было совершено незаконное проникновение. Злоумышленником оказался 51-летний бывший муж потерпевшей, с которым она уже длительное время не проживает совместно. Поводом для данного поступка послужила ссора на бытовой почве. В момент проникновения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту, Уваровским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Данному мужчине предавлено обвинение в совершении преступления по части 1 ст. 139 УК РФ, которому он полностью признал. В настоящий момент уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено на Уваровского межрайонного прокурора. За незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, мужчине теперь может грозить либо крупный штраф, либо обязательной или исправительной работы, либо арест сроком до трех месяцев. Такая же мера наказания ждет и другого злоумышленника, 42-летнего жителя Сампурского района, который в сентябре прошлого года проник в квартиру пожилой жительницы Ржаксинского района. В ходе расследования уголовного дела были собраны достаточно наказательства, подтверждающие вину данного гражданина. Однако подозреваемый по уголовному делу скрылся от следствия, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело было приостановлено. В марте текущего года местонахождение подозреваемого было установлено, и он был доставлен в город Уварово для проведения следственных действий. После предъявления обвинения и завершения расследования, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд, который теперь и изберет меру наказания для злоумышленника. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона». Действуют ли ограничения на улицах города? Сотрудники полиции проверяют, как соблюдает житель Уварова режим самоизоляции. В рамках мероприятия по карантину сотрудники полиции на постоянной основе патрулируют улицы города. Рейды проходят с целью нераспространения на территорию Уварова коронавирусной инфекции. Задача – выявить, как исполняется постановление губернатора Тамбовской области Александра Никитина о самоизоляции граждан. В основном, конечно, хочется отметить, что пока в утренние часы несовершеннолетних граждан на территории мы не встречали. Однако люди пожилого возраста еще не до конца осознают серьезность данной угрозы. И гражданам старше 65 лет мы вручаем уведомления, в которых разъясняем о том, для чего нужна самоизоляция. Ну и узнаем причины их появления на улице. Граждане говорят, что пришли за продуктами. Хотя мы можем еще встретить и во дворах домов граждан, которые общаются, гуляют. Надеемся, что благодаря информации, которую граждане получают из СМИ, будут относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих более внимательно. В условиях распространения коронавирусной инфекции отделение ГИБДД МОО МВД России Уваровский перешло на особый режим работы, информирует инспектор Татьяна Каштанова. Данная мера предполагает минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД и при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Государственные услуги по регистрации транспортных средств осуществляются только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств в электронном виде проходит без изменений. Заявки подаются посредством электронной почты. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменений требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону 44632. Водители и пассажиры, не выходите из транспортных средств без соответствующей просьбы сотрудников отделений ГИБДД МОИВД Уваровский. Инспектор еще раз напоминает гражданам, в условиях соблюдения режима ограничения воспользоваться другими доступными способами обращения в отделение ГИБДД. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона». На сегодня это все. А завтра мы вновь встретимся в новостной студии Уваровского телевидения. А пока не забывайте заглянуть на страницы нашего сайта. Интересные темы предложить по телефонам редакции 46110. Редактор субтитров А.Семкин